Первым делом член Общественной Палаты России Константин Затулин посетил некогда известную в Хосте площадку для отдыха и досуга так называемый «Муравейник», ныне заброшенный. Здесь в советское время собирались и детвора, и старшие поколения. Сцена, футбольная площадка, спортивный, игровой инвентарь – все это после перестройки кануло в лету. Местный совет ТОС как мог поддерживал зону отдыха, но время потребовало более серьезных мер и, соответственно, финансирование. И вот, наконец-то, дело сдвинулось с мертвой точки. Депутаты Хостинской территориальной группы Дмитрий Васильев и Татьяна Черновалова инициировали выделение финансирования на реконструкцию площадки. Раньше невозможно было финансирование муниципальное, бюджетное, потому что территория была как бы придумана. А сейчас все это решение принято. Я думаю, что будет финансирование, уже депутаты выделяют деньги. Проект есть. Я думаю, это будет замечательно. Детский исправленный комплекс в центре Хосты. И опять мы здесь будем видеть детей и взрослых. Однако, как это часто бывает, решение вопроса затянулось. Ускорить процесс помог Константин Затулин. По этой проблеме он обратился к главе города. И вот на встрече с Хостинской общественностью прозвучало долгожданное заявление. Конкурс на проведение работ будет объявлен в ближайшие дни. Уже в июле на площадке начнутся работы. Но это далеко не единственное, что заботит сегодня горожан. Притча в Языцах по-прежнему остается жилищно-коммунальное хозяйство. И в частности, неоправданно высокие тарифы. Мы живем в теплом климате. У нас зима где-нибудь 5 градусов. Бывает к нулю. Это очень редкие дни. Но мы платим за топление огромный день. У нас есть ветеран из тыла на звездочке шоссейной 5Б Коннова Галинина Николаевна. Она потребляет полкуба горячей воды. Она платит 120 рублей и 600 рублей за ЭДН. Вы понимаете, вот за этот прибор, который поставили. Вот и получается. Экономить, не экономить, заплатить все равно придется круглую сумму. Такое положение вещей горожан не устраивает. Они предлагают разобраться, куда уходят их деньги. Константин Затулин поддержал предложение. Действительно, аудит стоимости услуг ресурсоснабжающих компаний просто необходим. И по Сочи Энерго, и по Сочи Горгазу, и по водоканалу и так далее. Значит, все эти вопросы нужно, конечно, проверить. Буду стараться, во всяком случае, эту идею провести, потому что есть тут много всяких вещей, которые вызывают недоумение. В том числе и по ставкам. Вопросы, которые вызывают много споров, касаются также капремонта, газификации, маленьких пенсий, высоких цен, дорог, благоустройства. Все их озвучили хостинцы на встрече с членом общественной палаты Константином Затулином. Она, к слову, длилась около двух часов. Затулин отметил, что некоторые из этих проблем невозможно решить в одночасье. Необходимо провести большую работу, в частности, на федеральном уровне законодательной власти. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.